Да, мы с вами в Иерусалиме сейчас. Маска была убита к Дарье Дугиной сегодня, не вчера, и я хранил молчание. Не знал, что сказать, но сказать надо. Мало людей так близко были знакомы с ее отцом Александром Дугином, как был с ним знаком я, но раз так некоторая ответственность лежит на мне, сказать слово. Конечно, надо начать с соболезнования человеческого. Надо начать просто с человеческого соболезнования, убийства, кровь, трагедия. Особенно учитывая то, что я знал Дугина, в том числе, знала благие человеческие стороны. Темные, но благие тоже. Поэтому надо начать с этого, безоговорочно. Тем не менее, очень тяжело об этом говорить, поскольку Дугин в целом олицетворяет перевес черного ордена СС, из недр которого он вышел, над всем тем, к чему он иногда стремился в разные периоды своего жития. Мы не будем говорить о Дарье Дугиной, что она там говорила, что она там не говорила. Она погибла. Она стала жертвой диверсии. Планировали убить ее или нет. Мы все это обсуждать не будем по незнанию. Да и, собственно, не об этом речь. Речь идет о том, что всплывает снова имя отца Александра Гельча Дугина с 2000 по 2010-2011 год. Я с ним много общался. Мы с ним были друзьями, неоднократно вместе выступали. Он мне предоставлял также страницы своих изданий, я там печатался. Все это принуждает меня к какому-то слову. Поскольку знакомство личное, и я знал Дугина в том числе, повторяю, то он, повторяю, знал со стороны определенных благородных человеческих проявлений также, то это должно быть сказано в тяжелом минуте. При этом общий вывод, что его тянуло всегда в сатанизм, в черный орден СС, и его последнее летнее впадание в интеллектуальную предруковатость тоже должно быть зафиксировано. Дугин сегодня человек мрака. Не потому что он там говорил что-то в адрес украинцев именно так или иначе. Одно выражение, два выражения, три выражения, они ничего не определяют. И человек мог ошибиться сегодня, исправиться на следующий день. Нет, не о том. Дугин начинал свой путь в черном ордене СС. Это конец 80-х. Мамлеев, Головин. Чем они там занимались, я понимаю, что вам очень интересно было бы об этом узнать. Я об этом раз говорить не буду. Чем они, среди прочего, занимались, читайте Елену Токарину. Я тут ни при чем. Но это абсолютно был сатанизм. Ну и название самого черного ордена СС об этом свидетельствует. Там был Гейдар Джималь. Особое отношение с которым Дугин сохранял до последнего дня жития сатаниста Джимали. Но с перерывами. Собственно, что меня привело к дружбе с Дугином на определенном этапе моего развития. При том, что мы уже с ним более 10 лет находимся в полном неконтакте. Дугин, побыв в черном ордене СС, переключился на общество память на какое-то время. Был период его открытого антисемитского жлобствования. Потом национал-большевизм, всякий фронт спасения, того-сего, с Лимоновым. Но к концу 90-х он решил идти по пути позитивного, консервативного развития. И тогда мы с ним встретились. Мне приходилось видеть его даже в нетрезвости. И я прекрасно понимаю, что в нем всегда были эти два начала по отношению к Израилю. С одной стороны, это некое восхищение. С другой стороны, ненависть, зависть, ненависть и полное непонимание. То есть, интересно, что все, что Дугин говорил и писал про Израиля, про евреев, это только фальшь и ложь. Причем, даже когда он говорил что-то хорошее, он сразу ошибался. Вот этим он интересен. То есть, тема Израиля для него была всегда терро-нкогнита. Ни слова правдиво. То есть, даже тогда, когда он хотел сказать что-то хорошее. Ни слова. Ну и в отношении других вопросов. Он всегда грешил разного рода конспирология. Но что да. Где-то с 2000 по 2010 год он работал с администрацией президента России, с Сурковым. Он сделал много тогда полезного. Его Евразийский союз молодежи тогда отсосал немало число радикалов настоящих, которые были где-то там у Баркашова и прочих нацистских организациях. И их перевоспитали не в русских нацистов ни в коем случае, а скорее в евразийских консерваторов. Причем тема русскости тоже, она конечно присутствовала. Но в рамках общей имперскости у Дугина всегда был этот дуализм. Но это можно было только приветствовать то, чем он занимался в эти годы в основном. А потом его снова туда потянуло, куда-то вот к Мамлею. Они создали при МГУ клуб Флориана Гейера. Флориан Гейер это был такой средневековый рыцарь, в честь которого была названа дивизия СС. И они там даже восхваляли гимн этой дивизии СС на своих собраниях, заседаниях. Чудовищное совершенно явление это уже десятые годы. Потом это прикрыли. Но вот эта тяга к абсолютному сатанизму Дугина, она была всегда преобладающей. С перерывом на 10 лет мы с ним общались. В том числе он тогда был способен несомненно на человеческое благородство. Но, 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 но. Потом все равно вот в этот самый дремучий лес его потянуло туда, откуда он пришел. Ну, последнее время просто нечто чудовищное изрекается им по всем вопросам. Но я, прежде всего, я вам не скажу за всю Одессу. То, что он говорит по поводу там иудаизма, сионизма, это какие-то совершенно чудовищные антисемитские выдумки. Настолько блевотные. То есть когда он что-то прохрюкивает на тему того, что сионизм это Шабтай Цвили, Франк. То есть степень глупости этого, она просто не поддается пониманию. Ну, главное, не могу понять, но если ты стал антисемитом, будь умным антисемитом. То есть придирки к евреям могут быть основаны на том, что среди евреев есть разные люди, можно выделять все плохое. Ну, в общем, понятная, простая схема. Но когда евреям приписываются какие-то глупые, совершенно глупые замыслы, в которых никогда не было ничего похожего. И, в общем-то, все, кто владеют грамотой, знают это. Ведь сегодня, как сказать, тайное учение иудаизм, оно все выложено в интернете. То, что является тайным, оно все пропечатано. Есть приводы не на русский, но на английский уж точно. И когда из этого всего выдумываются какие-то чудовищные схемы другими, зачем быть таким придурком, я не понимаю. Я не понимаю. Поэтому, когда происходит такое трагическое событие, когда его имя всплывает, надо подводить какие-то итоги, человеческое сострадание, особенно учитывая, в моем случае, личный опыт и имевшие страницы проявления благородства с его стороны. Вспомним, подчеркнем. Подчеркнем с надеждой на то, что, может быть, и Дугин из этого всего от стоя черного ордена эсэс выкарабкается и обратиться к чему-то светлому, в русской идее, в российской бытности. Как-то, может быть, что-то и с ним случится доброе и светлое. Наверное, вот это главное, что надо сказать, чтобы Господь открыл ему глаза и чтобы то благородное, серьезное и интересное, что в нем есть, оно заработало. Аминь.